сегодня мы будем говорить про видео про мобильное видео который может сделать каждый на свой мобильный телефон я покажу что именно делают ребята в instagram и также покажу как это делать с помощью своего мобильного телефона когда я перешел на седьмой айфон я ощутил насколько лучше он снимает видео по сравнению с моим прошлым мне так понравилось что я начал сначала выкладывать видео в сторис а потом уже и в профиль и теперь я выкладываю только только видео и вот месяц назад одно из таких видео было опубликовано в официальном аккаунте инстаграма где набрало уже уже более 10 миллионов просмотров почему мы будем говорить сегодня про мобильное видео я думаю что мобильное фото потихоньку катится в тупик именно в инстаграме потому что все необходимые приложения уже придуманы много программ много информации как пользоваться ими при этом видео мало кто выкладывает и полезной информации о нем нету большую часть видео я сделал используя стандартную камеру айфона и всего два приложения называется приложение имидж play позволяет зациклить все что угодно и приложение иншот для цветокоррекции и монтажа ну давайте посмотрим допустим мы снимаем наше свое первое видео до в красивом месте что для этого нужно знать и уметь первое это включить сеточку на телефоне вот он включается в настройках камеры камера зачем включать сеточку сетка позволяет сориентировать правильно камеру в пространстве не всегда вы снимаете из такого положения да если например поднять руку то вам может казаться что вы держите ровно но на самом деле не дали я вот смотрю мне кажется ровно вот вы смотрите неровно да и я вот по верхней полосочки выровняю потолок да и уже куда интереснее второе это работа с экспозиции и фокусом например я хочу вот снять стаканчик но сейчас у меня экспозиция и фокус в автоматическом режиме и поэтому у меня стаканчик вот где белое очень пересвечено если я его начну снимать да вот так видно стаканчик немножко поднимая до iphone уже пересветлил чтобы этого не происходило да вот мы нажимаем говорим ему фокусироваться тут но когда я начинаю двигать камеру до либо просто подожду он начинает скидывать фокус и стаканчик у меня опять пересвечивается чтобы этого не происходило мы зажимаем на секунду на полторы и все фокусы экспозиции у нас заблокированы и не будет скакать можно вручную сделать темнее либо светлее если мы переходим на черный фон идем дальше до бумеранги фокусы например я хочу сделать бумеранг вот с этой штучкой сначала будем использовать стандартный бумеранг вот сразу первая проблема стандартного бумеранга так что в нем нельзя заблокировать экспозицию я хочу сделать бумеранг чтобы под подкинуть подлетела эта штучка я еще ее поймал давайте попробуем раз-два-три ну что-то у нас такое получилось сохраним как я делаю я буду делать бумеранг из видео что какие плюсы этого я могу заблокировать фокус экспозицию подрулить вручную если мне это надо поставить на запись да и уже не переживать что я там промахнусь кнопкой либо что и полностью сосредоточиться на действии все видео записано что делаем дальше идем в программу в которой можно зациклить все вот он имидж play мы открываем наше видео тут нужно выбрать короткий промежуток 5 секунд рабочий с которым мы будем работать итак наверху у нас тот промежуток да мы можем его регулировать это ползунок скорость можем быстрее можем можем помедленнее не настолько и снизу вот тут у нас переключатель мы можем например сделать реверс видео либо сделать из него бумеранг теперь мы можем выбрать нужный нам интервал на котором это действие смотрится лучше всего наверху у нас показано вот и 37 кадров если видно для бумеранга лучше больше 30 ну больше 40 лучше не использовать чтобы действия не было длинным нужно подобрать такой интервал где будет прикольно смотреться и дальше мы сохраняем можно как гиф можно как видео сохраняем как видео сохраняем больше трех секунд и давайте сравним наш первый результат первая попытка и если делать через видео получается намного прикольно идем дальше дальше у нас был синемограф как это сделать хотят мы будем делать видео где я буду бесконечно листать книжку как у нас есть примерчик где-то был например да вот хотим повторить такой эффект мы будем делать это через лайфото лайфото делается в режиме камера и наверху включить включению в чем фишка лайфото вместе с фото записывается трехсекундный ролик как он записывается полторы секунды до того как вы нажали спуск и полторы секунды после показываю да сейчас я буду считать 1 2 3 но фотографию сделаю на 2 и мы посмотрим что у нас записалось в лайфото так 1 2 нажал 3 смотрим на фотографии у нас 2 но если мы начнем проигрывать фото да у нас попадет и 1 если мы лайфото свайп ним то у нас появятся эффекты можно выбрать петлю баланс это типа как бумеранг и длинная экспозиция нас интересует эффект петля это когда концовочка плавно соединяется с началом видео бумеранг да она туда-сюда бегает как с помощью эффекта петли сделать свой первый синемограф лайфото у нас включено готовимся до не забываем зафиксировать фокус экспозицию чтобы это не скакала я начинаю листать книжку да и фотографию ну вот создается эффект что я бесконечно листаю книжку создается сейчас лайфото в режиме петля когда мы открываем на телефонке у нас это воспроизводится вот так когда мы попробуем загрузить это instagram вот она загружается только фотография и нам как-то нужно лайфото с эффектом петля сделать из этого видео и мы опять идем мою самую любимую программу и теперь открываем место видео лайфото лайфото и она уже тут открывается с эффектом петли что самое круто также можем ускорить если надо либо сделать помедленнее вот сейчас я сохраняю его видео и он мне говорит повторить один раз два три и сразу секунды я выбираю вот 36 мы сохранили лайфото видео да и теперь можем без проблем выложить какая фишка есть еще с лайфото если мы выкладываем лайфото в сториз да у нас опять такая просто фото если мы зажмем пальцем то у нас получается бумеранг но это прикольно вы кого-нибудь фотографируете да он случайно там подскользнулся и упал и вы успели сделать фото но на фото человек уже упал да и те вот эти полторы секунды могут войти где он падает да если лайфото включено нужно понимать что место на телефоне заканчивается в два раз быстрее сейчас мы рассмотрим как сделать вот такой вариант что у нас правая часть статично а в левое у нас есть движение есть вернее я нашел три программы первое это cinema mask скорее всего она бесплатно до сих пор есть синий граф тоже около 150 рублей и есть cinema граф это такой профессиональный инструмент но он стоит вообще космических денег там что-то 1500 в месяц но можно обойтись и бесплатно немного помучившись так окей открываем видео вот так выглядит видео первое нам нужно выбрать статичный кадр сейчас попробуем выбираем статичный кадр я вот хочу чтобы я немножко смотрел в сторону тени то есть берем не первый кадр а можно выбрать так статичный кадр у нас выбран теперь нам нужно нарисовать ту область где у нас будет происходить действие мы нажимаем кнопочку дро до масочку так apple mask вот тут я не аккуратненько ну еще вот так применили окей теперь давайте выберем интервал где я буду бесконечно танцевать попробуем найти такое надо искать интервал где будет движение плавный и перед переход будет незаметный ну и сохраняем как видео cinema граф сделали теперь time-lapse time-lapse можно снимать стандартной камере камеры в режиме интервал основной плюс стройного time-lapse то что он очень классно стабилизирует картинку даже если вы идете перемещаетесь зайдете вперед либо назад то он в итоге получается вот такое видео есть специальные программы для таймлапсов но они такого не делают если нужен расширенный функционал то программа labs it что в ней есть интересного в отличие от интервала можно задать промежуток через который будет делаться кадр можно играть с экспозиции также есть зум это выручило когда я снимал салют потому что мы находились далеко и пришлось увеличивать через эту программу далее слоумо записываем через стандартную камеру и так у нас есть такое видео например если мы будем в stories выкладывать но это мало кто досмотрит до конца потому что так понятно что что происходит поэтому мы сделаем начало видео нормальной скорости и замедлим где-то в конце чтобы это проделать да мы заходим режим редактирования видео и вот у нас ползунки там где много палочек это интервал где видео будет с нормальной скоростью и теперь если мы будем выкладывать это в stories то именно с такими настройками это видео и будет проигрываться потому что может получиться вы включили сломо у вас что-то происходит в кадре и видео у вас длинный например получается что еще можно сделать со сломо например давайте попробуем давайте попробуем сделать и сломо бумеранг чтобы сделать бумеранг мы воспользуемся программой slow fast она работает со скоростью виде видео если мы откроем наше видео то она будет проигрываться в обычной скорости но благодаря ползункам вот этим мы можем регулировать сломо в нужных нам местах и нужную скорость и мы даже можем больше замедлить чем это позволяет функционал слоумо в фотографиях но особо жестить не будем попробуем это и сохраняем как обычное видео ну тут можно играться кому как нравится уже так папа сломо вопросики есть да в слов слов слоу фас можно например да мы можем добавить ползунок тут у нас выше будет то есть это вот у у нас нормальная скорость тут у нас замедлится от а тут ускориться ну чтобы было прям заметно это и сразу пролетают это самая удобная программа который я находил для работы слоумо музыку наложить тут мы добрались до иншота это такой видеоредактор где я делаю в монтаж и цветокоррекцию так наложить музыку как какой именно чтобы было веселее или окей до открываем наш стаканчик он у нас открылся вот так допустим нам нужно видео выложить в stories но она и так у нас формате stories поэтому для поста давайте нажимаем вот сюда кадрировать и выбираем 4 на 5 это максимальный формат вертикального видео но у нас белые поля и вот этот ползунок мы можем масштабирую также можем под подвинуть как нам надо допустим вот так ok если нам нужно наложить раз два три просто на видео записать что-то с диктофона то тут есть функция ну наложить до звуковую дорожку которого час пишется диктофона если нам надо что-то повеселее то тут уже есть треки они все-таки прикольные бесплатные поэтому instagram не будет вас блокировать и удалять ваше видео да можно так сделать еще можно в программе splice до громкость можно да 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 что прикольного еще в иншоте например мы сейчас попробуем можно с мака скинуть любой трек и прикрепить через air drop так сейчас помню я вот уже кидал и у меня вот так как сделать видео из маленьких кусочков интересно мы открываем наши кусочки видео до выбираем этот инструмент и можем добавить все необходимые видео я не помню что там такое да будет сюрприз это иншот он весит мало работает шустро ну допустим мы будем делать для stories я выбираю де формат 9 на 16 эта галочка применить кто к текущему видео можно сразу применить ко всем идея этого видео было в том что я нахожу какой-то предмет да ну вот например я нашел листик прикладываю его камере убираю а потом а когда убираю снова у меня уже другой предмет но сейчас нужно каждый кусочек удачно подрезать чтобы это смотрелось очень динамично и интересно со стороны наверное занятия не очень увлекательно но магия вот достигается именно подрезаем чтобы это все веселее было можно увеличить скорость немножко увеличиваем чтобы это влезло в stories например а сейчас это где-то 13 секунд ну чтобы еще динамичнее было ну можно подрезать еще с хлебушком да добавляю музычку которая есть крестики где именно вот это это переходы между видео переходы ваншоте очень прикольные ты так 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 сейчас мы между видео добавим интересный переходе до жмякаем вот в эту в этот крестик есть стандартный плавный переход наезд или налет там есть очень крутые такие вжух перехода я их называю они покупать докупаются отдельно где-то стоит 300 рублей но они очень круто работают например мы можем первый второй можно с переворотом ну допустим вот так у нас будет да то есть идет видео мы делаем такой зум у нас уже другое видео и теперь он например нам нужно сделать оттес да что то такое и в итоге у нас вот получается также можно работать с цветами в принципе все те же знакомые инструменты как и при работе фото где-то посветлее где-то поконтрастнее можно на одно да также прилепить либо на все воткнуть ну так что по нагляднее было чё происходит будем жестить можно четкость повысить но это не спасет и применяем на все видео так что же еще интересного рассказать как видео берет инстаграм на свою страничку это постит она как-то обращается к тебе инстаграм каждую пятницу делает анонс хэштега пока по которому нужно выкладывать свои работы берет какую-то определенную тему сейчас найдем вот они например пишут ля-ля-ля-ля-ля-ля и делают хэштег в хп и название темы в хп викли хэштег что-то там не помню пост и нужно выложить за выходные свою публикацию по этому хэштегу если она окажется интереснее других на их взгляд то они выкладывают три работы за прошедшую неделю по этому хэштегу ну ты просыпаешься когда я вел я водя и я был четыре раза рекомендуемым пользователям это старая тема раньше когда регистрировались им сразу предлагали подписаться на на каких-то чуваков и когда попадаешь в рекомендуемые ты как раз оказываешься этим чуваком и на тебя начинают подписываться те люди которые ну не зайдут в инстаграм вообще больше и поэтому у меня на я водя там сколько сколько у вас подписчиков давайте посмотрим не знаю было где-то семьдесят пять в рекомендуемые пользователи ты попадаешь где-то на неделю и за эту неделю к тебе приходит 10-15-20 тысяч странных людей и поэтому когда инстаграм опубликовал работу ну не было такого куража типа вау я то я спокойно выдохнула ну наконец-то как сохранить видео нормально в качестве без любого приложения в инстаграм потому что у тебя качество очень всегда практически у тебя почему все нормально как-нибудь на других людей постоянно качество стражает по поводу качества это конечно боль боль что могу порекомендовать и например когда мы что-то делаем в этой программке то лучше скорость делать поменьше чем меньше у тебя движение в кадре тем четче у тебя это в инстаграме будет очень классные снимки сейчас найду они как раз делают из стоп-моушена и очень четко получается да если у тебя задний план вот тут у меня немножко деревья катаются я все равно камеру как если бы я на штативе это снимал у меня бы было намного четче в результате поэтому это лишнее движение ну и превращается в так чем больше движения тем больше мыло вот так скажу особенно где мелкие элементы деревья так как сделана была эта штука изначально мы делали фото и чтобы не не прозевать этот момент ну чтобы выбрать самый самый жир я зажал серию а потом из этой серии угадай в какой программке я сделал бумеранг так серия зажимаю да и что не происходит я сделал где-то 27 кадров и имидж плей позволяет сделать 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 браст выбираем серию и вот она наша серия она загружается и в принципе если мы увеличим количество кадров и выберем удачный интервал для этого ожидания и реальность это вот да суть в рот могу показать еще я тут а стоп-моушен мы не делали быстренько да мышка например у нас будет главный герой мышка и да быстренько сделаем раз и каждый кадр мы понемножку ее сдвигаем можно добавить там элементов например мышка побежала там крошку есть а потом крошка на на каком-то кадре пропала мы открываем имидж плей но на этот раз уже фото и из этих фото мы делаем видео так как я снимал с рук кто что еще интересного у меня есть такой объективчик называется момент ширик к нему идет специальный чехол чехол прикольный резиновый одевается через чехол если мы говорим про фото это это с объективом это без это позволяет увеличить пространство которое попадает к нам иногда спасает когда нужно что-то снять да например стол но у меня нету места отойти назад либо снимаешь таймлэп да и хочет чтобы больше красивого неба попало в кадр спасибо погодите давайте еще спасибо и вам что пришли спасибо 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 спасибо